Возрождение Феникса. Уже до конца февраля в Министерстве культуры России могут утвердить проект по масштабной реконструкции пространства Омской крепости. Сегодня в Департаменте архитектуры города была представлена концепция победитель конкурса на лучшие архитектурно-планировочные решения. Зеленый парк, музей советского быта, бар, Диснейленд, ночной клуб или центр высокой моды, каких только предложений не звучало от омских общественников в прошлом году. Наэль Барбар и Александр Филиппов побывали на презентации. Это реакция членов экспертного совета на вопрос, почему на эскизах нового облика Омской крепости нет людей. Возможно, специалисты и могли бы быть более терпеливыми и объяснить любопытному журналисту, что разработка концепции все же не предполагает безупречно детальной проработки эскизов. Но здесь уже сдали нервы. Эпопея с конкурсом на лучший проект планировочного решения Омской крепости для чиновников администрации стала точкой кипения. На всем протяжении конкурса от разработки положения до сдачи проектов к оценке экспертной комиссии общественники раздавали критику. Недовольны были всем положением конкурса условиями, сроками, составом экспертной комиссии. Мы когда работать будем? Когда мы научимся все вместе, взявшись за руки, идти вперед? Обвиняя друг друга в чем только? Вот я задаю всем вопрос. В чем нас обвиняют? В том, что мы конкретно подошли к этому обстоятельству? Никифоров вот сидит, директор автономного учреждения, его за последние два месяца только ленивый нелегал уже. Понять этот крик души, наверное, можно. Ведь выполнив практически все условия общественников, мэрия потеряла довольно много времени на прение. А в итоге получила отказ от участия в конкурсе всех архитекторов за исключением одного. Альберт Каримов, бывший главный архитектор Омска, в итоге стал единственным участником и победителем. Основная идея его проекта — отреставрировать и полностью воссоздать старинную крепость. Стены, вал, здания с тем, чтобы возродить культурный, духовный и исторический центр не только нашего города, но и, возможно, всего федерального округа. Ведь, по словам Альберта Каримова, именно с Омской крепости началось присоединение Сибири, а впоследствии в состав Российской империи вошел и Казахстан. Такие события известные реализовать в пространстве. И это будет интересно не только России и всему миру. Кстати, товарищ Балашов был комендантом Омской крепости. Он предложил организовать полицию, сельское управление в России. Это решение было принято, и он был первым полицеместером России. То, собственно, и полиция началась с этого места. Вот эти факторы, они мало кому известны. Если мы их потеряем, если мы сформулируем вот этот феномен и выявим принцип гения места, не назовем это Омская крепость, то мы по существу невозвратимый интерес к городу Омску и не привлечем инвестиций. Обсуждение того, как должна выглядеть территория Омской крепости, начались еще в 97-м году в кругу художников, архитекторов и градостроителей. С тех пор ажиотаж вокруг этого места только нарастал. Было масса предложений, а вместе с ним и конфликтов. Но сегодня на всем этом была поставлена точка, и кажется, она может стать отправной в деле возрождения этого исторического места. Наэль Борбар, Александр Филиппов, Антенна 7. Точка, говорите, а нет. Как стало известно, несогласные архитекторы передали свои проекты первому вице-губернатору Юрию Гамбургу. Он председатель Оргкомитета конкурса по положению, разработанному самими общественниками. Все проекты также получили и члены экспертного совета. Таким образом, архитекторы объявили альтернативный конкурс. Они хотят самостоятельно или с помощью спонсоров найти помещение для выставки и представить свои проекты на всеобщее обозрение. Там же организовать общественное голосование за проекты мы проследим за развитием ситуации.